Полина Никулина, человек-многозадачница, человек-фотограф, директор фотостудии Фэйс и директор модельного агентства Камер. Началось-то все именно с камеры, которая пылилась давным-давно на полочке у моей мамы. Расскажи, что ты делаешь для того, чтобы веселые снимки получили? Собственно, я занималась фотографией, я не готовилась к ЕГЭ, и это, наверное, повлияло на то, что сейчас мне 21 год, и я директор. Супы, естественно, иногда можем, когда куляш приготовить, тоже добавить. В наружности зверя сочетаются признаки волка, лисицы и шакала. Его называют по-разному – красный, горный или гималайский волк. Программа «Есть Тодей» снова на ваших экранах, друзья, на нашем столе красивом. Вот такая вот корзиночка с продуктами от нашего генерального партнера, друга и соратника Янта. А Янта – это продукты вообще для всей семьи. Янта – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества по ГОСТу, такой нежный, такой густой, Янта – «Есть вкусно». Друзья мои в студии Иван Чужинов, у меня в руках вот такой вот замечательный заварничек, он же френч-пресс с чаем, который сейчас понесу Ольге Муравьевой. Оля, ты все время жаловалась, что я не наливаю тебе, никогда не готовлю тебе чай. Вот. Наливай и готовь мне чай. У нас здесь три кружки, чашки, как это? А нас двое. А нас двое. Что делать? Позвать третьего, но он придет позже. У нас сегодня замечательная… Мы так скажем, третьим будет, да? Да, у нас замечательная гость сегодня, с которой мы вас познакомим чуть попозже. Да. Вот, Оленька, тебе чай. Слушай, я чего хотел у тебя спросить. Спроси, чего хотел. Музыка – вещь, которую когда-то придумал кто-то и которая радует… Зачем-то. Кто-то когда-то зачем-то придумал музыку. Вот скажи, у тебя начинаются дни с музыки? Если да, то с какого трека ты начала сегодня свой день? У меня дни начинаются с музыки иногда. Угу. В последнее время почему-то я разучилась танцевать. Я очень люблю танцевать утром, когда собираюсь на работу. У меня есть наушники. Вот так вот у тебя… Как ты поняла, что разучилась танцевать? Ну, просто я слышу музыку раньше. Музыка слышит… И дорогая, что не так? Нет. А у меня прям все. Мне хочется плясать, там, как-то дурачиться. Сейчас я слышу ее, и мне не хочется. Может быть, ты стала старше? Мудрее. Мудрее. И ты экономичнее, ты экономишь энергию. Нет, так я музыку могу слушать при этом, но я просто не хочется… Но ты экономишь энергию и что-то? Чтобы не дергаться. Да нет, просто как-то… С какого трека сегодня начался твой день? Да вот не было сегодня. Не было. Я сегодня проспала. Я сегодня, знаешь, что слушал? Всех наших… Они пели в одну песню. Все наши великие русские рокеры и Шурчук. Что же они пели? Попса песня называется. Это какая-то новенькая? Нет, это старая очень песня. Розовая пасть голодная. Классная песня. В общем, про попсов. Не хватает медика. Медика, так мы можем взять его. Вот у нас сейчас будет скоро пауза. Мы можем положить медику. Ты еще и медика принесешь, да? Угу. А вообще у нормальных людей, Ваня, утром начинается с каши, мне кажется. А знаешь, что сегодня день каши, между прочим? Догадываюсь. Ну, на самом деле, я бы не знал, если бы ты мне об этом не сказал до эфира. Угу. Да. Ты и сегодня… Мы раскрываем все секреты. Да, ты сегодня… Мы перед эфиром договариваемся. Да. А знаешь, что это… Ну, это же глупо. Максимально глупо, когда два человека заходят, начинается эфир, они говорят, о, привет, как будто они не виделись. А до этого у них целый пласт подготовки там был. Ну, это же вранье. Ну, вот это телевизионная работа. Ну, нет. Они же не знают, вдруг мы вот прибежали и с разных дверей зашли в студию. Тоже вариант. Мне вот нравится, когда все в натуралочку, на самом деле. Вот в натуралочку. Ван, чай не сладкий. Значит, давай так, пока вы, дорогие зрители, будете смотреть нашу новостную рубрику, новостные выпуски, я принесу Оленьке меду, чтобы ей было сладко. Пара-па-пара-пара-продолжаем. Каша. 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 Три рубля и ваша. Можно это. Сегодня день каши, день рождения каши. День рождения каши? То есть кто-то когда-то... Да, и просто день каши, да. Кто-то когда-то решил, что у этого... Родил кашу, получается. Ну, так или иначе, каждый из нас, наверное, когда-нибудь родил кашу. Ты какую любишь кашу делать? Слушай, я люблю рисовую. Это вообще... Когда-то там вообще... Просто рис или там с молоком? Ну, просто со всякими... Ну, это не каша. В моем понимании, каша это, когда ты что-то варишь и в молоке, и оно такое... Обязательно так? Ну, для меня каша это вот так. Ну, не обязательно. А просто, например, если сварить рис или гречку, то это гарнир, это не каша. Ну, вот у меня такая градация. Ну, может быть, может быть, да, наверное. Но вообще каша это что-то такое густое, тянучее, вот типа вот манная каша, например. Вот. А рис и гречка это ж... Так хорошо, скорее как сварить. Можно сварить рис в молоке, оно будет такое... Как ризотто. А можно в молоке просто рис в молоке плавать. То есть, видимо, для меня каша это то, где есть молоко. Наверное, так. Вот так. А для тебя... Ну, мне кажется, это все, что связано с крупой. То есть, можно сварить просто вот булгур или... Как ее зовут этот... Горох. Горох, например. Твердая такая тверка. Горох вообще же без молока варится. Кстати, да. Твердая, которая перловка, перловка, вот. Она тоже без молока, и она тоже каша. И гречка каша. То есть, все, что связано с крупой, мне кажется, это каша. Короче, у нас с Иваном разное понимание каш. Напишите, кстати, вот под нашим выпуском, что вы считаете кашей. Это интересно. Ну, кстати, вот такой простой пример и раз уже два мнения. Да. То есть, каша либо то, что с молоком, либо то, что из крупы. Да. Для меня каша для того, что с молоком... А кто-то скажет, я варил суп и получилась каша, представляешь? Тоже может быть, если туда много наложить картошки и крупы. И будет вот это... У меня такое было, кстати. Я не так давно варил... Саревую кашу хоть? Нет, нет. У меня был просто супчик, он был такой остренький, с овощами. И я чуть-чуть переборщил с рисом. Такое месиво получилось. Ты ел или выкинул? Ну, я немножко доработал его, разбавил водичкой, там все. Ну, как бы получилось нормально. Но потом, когда оно постояло, есть уже... Ну, не то, чтобы... Наверное, можно было бы, но я бы тогда... Ну, не хотелось, да? Да, был бы... Вот что-то похожее. Мне кажется... Мне кажется, время зарядку поделать как-то. Нет, еще рано. Давай уже, так получается. А теперь в самый раз. Зарядка на телемиксе. Друзья, всем доброго дня. Меня зовут Захаров Александр. Я заслуженный мастер спорта по кейбоксингу. Друзья, сегодня покажу вам комплекс упражнений. На брусьях, турниках, на скамье. У нас в городе очень много появилось спортивных площадок. К сожалению, не все знают, как им пользоваться. Давайте приступим. Покажу вам несколько упражнений на брусьях. На брусьях может сжиматься как-то просто на руках. Так и с помощью ног. То есть поставим ножки так же на брусьях и отжимаемся. Плюс отжиманий на брусьях заключается в том, что можно растягивать мышцы, опускаться гораздо ниже, чем вы отжимаетесь на полу. То есть на полу нам мешает пол все равно, чтобы немножко провиснуть, чтобы растянуть мышцы. Следующее упражнение также на брусьях. Упражнение на пресс. То есть мы садимся на брусьях, сгибаем ножки, можно немножко опуститься. И также прорабатываем прессик. Очень важно, чтобы у нас во время упражнений на пресс была немножко изогнута спина. То есть не прямо ее держать, а немножко в согнутом положении. Отжиматься на брусьях так же можно с помощью покачиваний. То есть мы делаем махи ногами и в один из махов мы отжимаемся. Так же можно использовать брусья для работы на пресс. То есть занимаем положение и поднимаем ножки над брусьями. Друзья, используйте спортивные площадки нашего города. Занимайтесь спортом, будьте здоровы! Сегодня помимо каши вкусной, прекрасной, есть еще и день рождения социальной сети ВКонтакте, представляешь? Да, но для меня это ни о чем не говорит. Я не зарегистрирована там. Почему? Ну, распаляться на многие социальные сети нынче сложно в условиях занятости современного человека. Ну что во многих их? И знаешь, я вообще, когда это только все началось, появилась первая соцсеть, по-моему, «Мой мир» называлась от Mail. Потом появились одноклассники и потом... Ну где-то вот они примерно в одинаковое время, там где-то вот в год разницы. Вы меняли друг друга, да? Я был зарегистрирован в моем мире, в Одноклассниках и ВКонтакте. Я очень долго не признавал... Ты же с ума можно сойти! Да, и знаешь, как у меня вообще... Как только я садился за компьютером, там что-то поработать, я всегда открывал эти три странички, они просто у меня были открыты. Это зависимость. Независимость. Зависимость. Хорошо, ладно. Вот, а потом вот недавно, ну где-то, может быть, около года назад, я удалился с Одноклассников, потому что... Я не удалена оттуда, но я туда не ходила уже лет пять. Да? Нет, я удалил эту соцсеть, я удалил потом... Мой мир я еще раньше удалил, где-то, может быть, лет семь назад точно. Потом удалил Одноклассники, и вот у меня осталась одна ВКонтактике. Ну вот, у меня дочь там есть, она даже говорит, мам, там музыку можно слушать. Но у меня огромная проблема. Я сейчас озвучу ее с экранов телевизоров, это ужасно. Давай, расскажи. У меня все плохо с логинами, паролями, я их постоянно забываю. Если их будет много в голове, с ума можно слушать. Когда-то, возможно, еще раньше, чем день рождения каши, кто-то придумал блокнотики. А потом эти блокнотики внедрил в телефон, представляешь, в телефоне записные заметочки всяких книжек. Я это знаю, Вань, у меня штук десять блокнотиков. Я каждый раз забываю, в какой, что записываю. У меня вваливается ухо. Главное, чтобы тебя никто не откусил. Это да. Или не отрезал. Ну, я надеюсь, она и тайсона нет, и диагена. Смотри. Вот, и поэтому я, у меня настроено все автоматически в телефоне, те сети, в которых я присутствую. Но стоит сменить телефон, и случается страшный день. Ну, можно сделать какой-нибудь файлик, отдельно компьютер делать. Ну, как бы я такая сижу и думаю, а почему бы и да, можно. Слушай, можно. Ну, почему-то не делаю. Ну, вот я к тому, что, смотри, мы недооцениваем наши какие-то вот вещи. Допустим, вот у нас ВКонтакте, да, оно одно время развивалось, эта социальная сеть, она одна. Она женская рота. Женская рота. Сегодня, кстати, про роды говорили, да? Про роды, ну, если не про те самые. Про мужское, женское и среднее. Вот. И мы же ее забросили в какой-то момент. Мы ушли все в другую совершенно. Я не забрасывала, мне там не было. Вот одноклассники я забросила. Недавно попыталась восстановить пароль. А, не помню. Ну, конечно, нужно что-то вот отправить, это ждать. Там, знаешь, что удобно? Ну, вообще, в любой социальной сети, в Одноклассниках и ВКонтакте, можно настроить, чтобы тебе показалась погода. Ну, а... А тоже больше ее негде посмотреть. Есть где. Знаешь, да? Знаю. Сейчас, прямо сейчас у нас погода. Вот. Как будто ты что-то говорил, да. Слушай, я новость интересный пострелу. У меня опять вываливается ухо. Ну, ладно. Давай поясним зрителям. Никто не знает, что у нас тут есть, кроме двух своих ушей, еще одно ухо, которое мы вставляем внутрь своего уха, чтобы слышать, как нам режиссер эфира дает маленькие подсказки. Вот мы с вами делимся интересными советами, на самом деле. Смотри. С закулисной нашей жизнью. Да. Очень интересные новости мировые, забавные, которые я вот смотрю иногда и поражаюсь, потому что мне кажется, что мир сходит с ума, либо... Как будто бы да. Либо люди живут интереснее, чем я, не смотря на мою работу. Смотри. Например. Женщина отправила резюме, распечатанное на бисквитном торте. Представь, как она... Ну, она, видимо, это все вручную делала. Я не знаю, давай почитаем. Молодец. Американка решила необычным образом привлечь внимание к себе со стороны работодателя. Она отправила в фирму свое резюме, которое распечатала на бисквитном торте, сообщает телеканал NDTV. NDTV. Не NDTV. И жительница штата Северная Каролина по имени Кэкэрли Блэн Блэкберн намеревалась устроиться на работу в одну известную компанию по производству одежды и обуви. Все сразу? Да. Одежда и обувь. Но она распечатала резюме на бисквитном торте. А, это ты про нее уже читаешь? Да, то есть... Не, ну если бы она распечатала на сапогах, она бы не удивила руководителя. А тут он чаек попьет, сладенько ему будет, довольный останется. И скажет, мы вам позвоним. Мы вам позвоним. Ты сегодня за чаек отвечаешь, а я отвечаю за... Ты пошла... Я всегда говорю, я дежурная по тарелочкам, мне очень почему-то нравится так говорить. Что я сегодня буду готовить, ребят? У нас тут осталась капуста, кабачок. Хотите, я всегда путаю кабачок и баклажан. А почему осталось? Ну, потому что у нас постоянно идут, тут гости приходят, мы что-то готовим, что-то делаем. И, как приличная хозяйка, продукты я не выбрасываю. И что ты будешь делать? У нас кабачок у нас там... Это будет... Это еще... Это же оно цукини или нет? Да, а может и нет. А еще я начала танцевать, прикинь. Вовремя, вовремя как раз. Ну, с утра же не могла, а сейчас захотела. Вот, и это будет яичница. С капустой, кабачком и ветчиной? Да. Ну, давай. Я вообще считаю, что продукты любые можно смешивать, кроме, пожалуй... Ну, ты уже однажды тут ел с каким-то соусом, чили. Да, с зеленым от Янто я ел чили, блинчики. Ну, и как, нормально, Швань? Выжил? Ну, это для извращенцев, но это прикольно. Ну, а тут что тут для извращенцев? Тут все прекрасно. Слушай, ну, на самом деле, я с тобой отчасти не согласен, потому что не все продукты можно сочетать. Например? Я вчера, знаешь, ну, не знаю, надо искать. Я вчера знаю, что сделал. Я вчера взял две ложечки меда, две ложки горчицы, ложечку соевого соуса и масло. Все это смешало, получился прикольный медово-горчичный соус. Я в этом замариновал курицу и привел. Подожди, ну, это ты же не открытие сделал. Это вообще самый крутой соус, который самый вкусный. Я просто хвастаюсь, что я... Это, ну, это вот несочетаемое, но я тоже очень люблю такой соус. Просто для меня, ну, недавно я начал сочетать то, что для меня раньше казалось, ну, гадостью. Например, не знаю, сладкое и там острое. Времени с вареньем или медом я не рискну попробовать. Ну, нет, вряд ли. А тут-то чего? Ну, овощи же, Вань. Овощи. Ну, вот сейчас приготовишь, посмотрим. И только попробуйте сказать, что вам невкусно. Да, да, да. Да, и когда у тебя в руках нож особенно. Друзья, давайте, пока Оля угрожает мне ножом, мы с вами посмотрим рекламу на Телемиксе. Программа есть тогда и снова на ваших экранах, друзья. Она на нашем столе красивом. Вот такая вот корзиночка с продуктами от нашего генерального партнера, друга и соратника Янта. А Янта – это продукты вообще для всей семьи. Янта – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества по ГОСТу, такой нежный, такой густой, Янта – есть вкусно. Всем привет, это канал Телемикс и программа Есть Today. Сегодня у нас в студии я, Ольга Муравьева, и мой соведущий ванчужинов Вань. Представляй нашего гостя. У нас сегодня в гостях Полина Никулина, человек-многозадачница, человек-фотограф, директор фотостудии Фейс и директор модельного агентства Камер. Камер, камер. Для бабушек ковер. Без проблем. Я даже не слышала, что такие у нас есть в городе. А потому что ты не сидишь в сетях, и все, и до свидания. Что-то нет в социальной сети ВКонтакте. И не только ВКонтакте. Зато у меня капуста уже жарится, Вань. Полин, расскажи, как ты вообще все это начала, сколько тебе сейчас? Мне 21 год. В 21 год ты настолько, как сказать, разноплановый человек. Ты в 21 год настолько ведешь интересные проекты, что не каждый делает это в 39, например. А кто-то и в 50 не делает. А кто-то и в 53, и я тебе больше скажу, и в 54 тоже нет. Как ты начала этим всем заниматься? Как ты пришла к фотографии? Потому что, насколько я знаю, ты все это... Я могу брать чай, правильно? Все это ты начала делать... Ну, тебя... Ты сначала начала заниматься фотографией, а уже потом... Да, все верно. Все началось, наверное, лет в 17. Я поняла, что фотография, она спасала меня. Это был вот такой глоток свежего, огромного воздуха, который меня очень выручал в то время. А чего выручал, блин? Я думаю, если я сейчас скажу, что у какого-то подростка все равно бывают проблемы, мне не поверят. Конечно, поверим. Конечно, поверим. Это действительно так, и проблемы бывают совершенно разные. Кстати, сегодня ведь еще и к тому же день психического здоровья. И вот я официально заявляю, что таких психически здоровых людей на нашей планете просто нет. Здесь я полностью соглашусь. И именно поэтому фотография, она меня вытаскивала из какого-то непонятного состояния. Чтобы не впасть в депрессию, мне пришлось находить свое любимое дело, и я его нашла. Собственно, я занималась фотографией, я не готовилась к ЕГЭ. И это, наверное, повлияло на то, что сейчас мне 21 год, и я директор. А ты сама нашла? Или, может быть, толчки родители давали? Или кто-то близкий, друзья? Или какой-то у тебя есть идеал, не знаю, какой-нибудь всемирно известный фотограф? На самом деле, наверное, повлияли очень близкие люди, потому что началось-то все именно с камеры, которая пылилась давным-давно на полочке у моей мамы. Я думаю, многие раньше приобретали такие компактные камеры и считали это своим хобби. Поэтому с этого все и началось. А затем они очень мне помогли, когда отправили меня учиться, потому что без каких-либо... без приобретения новых навыков мы ничего не добьемся. То есть у тебя и курсы были какие-то на этот счет? Это было даже среднее специальное образование, а не курсы, да. То есть у тебя в дипломе стоит фотограф, фоторетушер и фотолаборант. Ого! А где такому учат? Во Владивостоке. Фотолаборант – это... Это проявление пленочных фотографий. Я хотел пошутить, ладно. Пошути, Ваня, очень-очень. Давай, будто ничего не было. Это, знаешь, генетика, где соединяем одну фотографию с другой. Мы тут выбираем объектив, вот, значит, лабораторный эксперимент, значит, он в фотографии. А смотри, что... А можно я спрошу? Ну, давай, ладно. А у меня возник вопрос. Смотри, как ты относишься к тому, что сейчас фотографии настолько привносят какой-то ретуши, что люди совершенно не иные в жизни и вот на фотоснимке. Как ты, как человек с образованием, считаешь, это пользой или зло больше? Я всегда считаю так, что должно быть именно так, как хочет сам человек, который приобретает данную услугу. Я за естественную ретушь. Я оставлю прищечек, я оставлю родинку. Но прищечек можно убрать. Слушай, когда люди делают... Для кого-то ретушь – это единственный выход, понимаешь? Да, а кто-то, он не может себя воспринимать иначе. И, к сожалению, век, когда вот есть социальные сети, и когда в них тысячи масок, которые сглаживают и максимально меняют лицо, люди... Ну, это же неправда. ...отвыглядят себя настоящим. Это же искажение. Слушайте, я понял. Я только что сейчас до меня дошла интересная мысль. Количество ретуши на фотографии прямо пропорционально психическому здоровью человека. Нет. То есть чем ты здоровее, тем меньше ретуши. Ну, потому что это же комплексы, правильно? Все, скорее всего. Смотрите, я считаю, что на комплексы имеет право каждый человек, и они у каждого есть. И тут два вопроса борьбы с комплексами. Либо ты идешь, например, в спортзал, читаешь книги, там, развиваешься, и ты решаешь проблему со своим комплексом. Либо ты заказываешь ретушь, и ты бацаешь, а потом еще где-нибудь стащишь пост с умными словами, вниз бомбанешь под красивой фотографией, и ты звезда, или звездун, или не знаю, как еще назвать. Звездец, можно сказать, полный. Звездец, да. На самом деле, да, я могу сравнить вот эту вот фототерапию с походом в спортзал. Каждый человек себя по-разному воспринимает, и у многих действительно слишком много комплексов. Кто-то идет, меняется, идет в спортзал, идет, приобретает новую одежду, а кто-то сходит на фотосессию и взглянет, взглянет, посмотрит на себя совершенно по другим ракурсам, и его комплексы начнут понемножку исчезать. Я, наверное, это со своей точки зрения. То есть ты такой терапевт своего рода, да? Это круто. Сейчас мы будем запускать проект для девушек, которые, к сожалению, не ходят на фотосъемки из-за каких-то своих внутренних барьеров, внутренних страхов. И хочется им показать, что на самом деле они уникальны, что они могут не бояться быть собой, что за камерой сидит абсолютно такая же девушка, которая живет такую же обычную жизнь. И она не покусает, не убьет ничего, не сделает с тобой, а наоборот, принесет больше пользы и любви к себе. Ну, то есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что в какой-то момент фотография спасла тебя, и сейчас ты пропагандируешь, что фотография может спасти кого угодно, в принципе. Да, я думаю, я согласна с этим утверждением. А насколько сложно, вот приходит к тебе, не знаю, девушка, ну, семья на фотосессию, они ни разу этого не делали. Расскажи, что ты делаешь для того, чтобы веселые снимки получились? Знакомлюсь с людьми. После каждой съемки, если я не знакома с человеком, была ранее, и если они у меня впервые, мы уходим уже знакомыми друг с другом людьми. Может быть, это неправильно с точки зрения, я там, я могу сразу практически перейти на ты, втереться в доверие и так далее. Может быть, кому-то это покажется неправильно, но для меня это правильная позиция. Конечно, это основная задача фотографа, иначе человек не сможет раскрыться, для него это будет очень тяжелый эмоциональный процесс, а мы же опять приходим к тому, что фотография – это терапия, хорошая терапия, когда человеку комфортно на съемке, если с ним не познакомиться, с незнакомым человеком будет очень дискомфортно. Ну да, я согласна. Ну вообще, мне кажется, да, сейчас очень многие бизнесы строятся именно через личные контакты, то есть мы начинаем знакомиться. То есть это не так, чтобы прям дружба, да, но какая-то вот, чтобы стереть какие-то вот формальные неудобные границы между людьми. Вообще-то всегда, может быть, это в нашей профессии в журналистике так, но как-то ты приходишь на съемки, и через какое-то время вы уже приятели, что ли, какие-то. И я уверена, что только вот так налаживаю отношения в любых сферах. Только тогда ты придешь к какому-то успеху. А вот это вот на вы дрожащем голосом повернитесь направо, повернитесь, ну не знаю. Мне кажется, у фотографа вообще это своего рода психологи. То есть еще же, наверное, есть момент, когда ты объясняешь, что да нет, это хорошо, вы красиво смотришься. Конечно. Человек говорит, о, у меня родинка на лбу, это нос. У меня тут сделайте, как я часто слышу, сделайте меня красивой. Бывают такие запросы? Запросы бывают абсолютно разные. Какая у меня рабочая сторона или еще что-нибудь? Просили вставить выпавший зуб и так далее. Естественно, это стандартный запрос человека. Наверное, мы вернемся опять к теме. Вот в телефоне человек привык себя фотографировать на фронтальную камеру, то есть отображенно, и он привык к тому, что он такой. Он подходит к зеркалу, там он тоже отображен. То есть он привык, что он такой, а камера она не отображает. И поэтому он такой, какой он есть на самом деле. И человек потом смотрит, вот, мне бы немножко приходить. Ну это на самом деле, это та же самая ситуация с голосом. Когда ты вдруг, камера, это же взгляд извне, а голос, когда мы слышим на записи, это тот настоящий голос, который слышат все наши люди. Ну, как все окружающие нас люди, точнее, да. И мы привыкли, это мой голос, фу, какое уродство. Мы начинаем комплексовать, хотя мы забываем о том, что нас так слышат и видят, если говорить о фотографии, всю жизнь к нам, к таким привыкли, нас так любят, такими, какие мы есть. А мы, это же все внутреннее, конечно. Я помню, у меня всплыли такие воспоминания сейчас в голове, когда появились камеры только, я еще маленькая была, и мы у кого-то, ну, как маленькая, школьница уже. Боллороид? Нет, видеокамеры. А, видеокамеры. И мы были у кого-то на свадьбе с мамой, там, с сестрой, и потом нам дали кассету смотреть. Я, по-моему, сижу, смотрю на себя, ну, а представьте, до этого ты себя нигде не видел, только на фотографии. И прям такая, мама говорит, что тут с тобой? А я говорю, смотри, я говорю, иду как-то по-уродски, ноги как-то сложила. То есть я из всего, что там происходило, видела только себя, и мне казалось, что это вообще не я, что все настолько выглядит как-то глупо. И прям сейчас у меня всплыло это в голове. Сейчас-то люди более приученные, да, у каждого телефон там. Все равно. Но если человек не ходит на профессиональную съемку, то есть с камеры, а там любит фотографироваться только на телефон, и он привык. Вот мне хватит таких фотографий, камера, она видит все равно человека по-другому. Я могу от себя сказать, что первые две-три мои индивидуальные съемки, я не могла на них смотреть, я не могла себя принять. Мне казалось, это я, ну, вроде бы я в зеркале другая, хотя я прекрасно понимаю весь процесс. Естественно, мне было тяжело себя принять. Сейчас я стараюсь там раз в два месяца стандартно себе уже устраивать фотосъемки. Принимаю себя со всех ракурсов, с рабочей, нерабочей стороны. Это действительно терапия. Мне стало проще воспринимать себя и в зеркале, и какие-то мои неидеальные стороны. Это очень хороший такой метод полюбить себя. Ну да, мне кажется, совет прям можно давать нашим зрителям, как полюбить себя. Фотосессии, я вспоминаю, у меня вообще в какие-то переломные моменты жизни я прям устраивала себе фотосессии. И тут прикольный еще момент терапии, сама подготовка. То есть ты понимаешь, что у тебя будет фотосессия, это событие. Например, тогда-то, тогда-то тебе нужно придумать, что надеть, как накраситься, какие-то там продумать штуки. И всегда прям, ну, по крайней мере, у меня так, у меня прям это был праздник. То есть ты два часа проводишь где-то, и такой у тебя подъем энергии, ты такой радостный. А потом еще послевкусие, когда тебе фотографии отдают красивые. Ну, это прям такая поэтапная какая-то работа с головой. Итак, что мы сделали, какой мы делаем вывод? Первый шаг на пути к любви к себе. Закажите хорошую профессиональную фотосессию. Мы пока приберемся на рекламу, после чего продолжим. Балин, скажи, как пришла идея и какая была цель в появлении модельного агентства «Кавер»? Там предыстория довольно долго, как раз-таки длиною в пять лет, как я фотограф. Когда я стала фотографом, я, естественно, искала свой стиль. Любой фотограф найдет свой стиль. А так получилось, что я как бы везде, и мне больше всего нравится контент-съемка. Я перешла в сферу СММ, я занималась ведением различных бизнес-аккаунтов в социальных сетях. И всегда была нехватка моделей, абсолютно всегда. То есть, чтобы продемонстрировать продукт качественно и правильно, его нужно продемонстрировать. Продемонстрировать должен человек. Человек должен сделать это красиво, качественно, продумано. А моделей практически нет, которые могли бы это сделать. Так же, как фотограф именно индивидуальный, у меня всегда есть какие-то творческие задумки. Я искала модели, я их не находила. Потому что либо тебя обманут, либо просто не подготовятся. А модели, которые профессионально этим бы занимались и горели бы этим делом, так же, как и я, к сожалению, не было. Поэтому пришла идея создавать модельное агентство, но необычное, не просто, где изучают то, как фотографировать и как рекламировать, как ходить на подиуме. А чтобы это пригодилось даже тому человеку, который вот прозанимается в модельном агентстве, то есть получит это образование и пойдет дальше в жизнь, чтобы ему пригодились все навыки. Поэтому у нас множество других дисциплин. Какие дисциплины есть? Абсолютно разные. От хореографии, фитнеса, актерского мастерства. У нас есть дисциплина лидерства, которая учит продвигать себя, которая учит разговаривать с людьми. У нас также стандартные дисциплины. Фотопозирование, дефиле и так далее. И множество других. А кто ваши ученицы, Полин? Ученики абсолютно разные. И мужчины тоже есть? Девушки? Девушки, парни. Парни есть? Да, парни тоже есть. Все зависит от человека. У нас возрастное ограничение от 5 лет до 50. То есть есть какое-то убеждение, что модель это девушка 90-60-90, которая ходит по подиуму, ну и максимум рекламирует какую-то продукцию или одежду. Это стандартное убеждение, которое практически у всех людей в голове. На самом деле сейчас в современных реалиях модель, она совершенно другая. И мне хотелось показать каждому человеку, что он уникален. Что подойдет не только девушка 90-60-90, там метр семьдесят высотой. Что подойдет абсолютно любая девушка, любой парень, который может научиться красиво и качественно рекламировать продукт, может стать моделью для рекламы. Модель, конечно, которая подходит под мировые стандарты, которые я уже никак не изменю. Они уже продвигаются в дальнейшем в другие модельные агентства для показов и съемок. Друзья, мы сейчас прервемся на рубрику «Сейчас объясню», а после продолжим. Красный волк Красный волк – чрезвычайно редкое животное, о котором знают немногие. С первого взгляда вид можно перепутать с собакой. В наружности зверя сочетаются признаки волка, лисицы и шакала. Его называют по-разному – красный, горный или гималайский волк, а также буанзу. В России животное обитает на Дальнем Востоке, в Приморье и в Восточной Сибири. Вид считается практически исчезнувшим и занесет в Красную Книгу. Горный волк – довольно крупный зверь, но меньше своих серых собратьев. У животного короткая узкая морда, густая шерсть красно-коричневого цвета, длинный пушистый черный хвост и большие уши. Интересная особенность вида – самки и самцы издают необычные звуки, которые напоминают пение, благодаря чему животных прозвали поющими горными хищниками. Особи вида – очень ловкие и подвижные хищники. Умеют плавать и прыгать, взбираться на горы на высоту до 4 километров. Чаще всего охотятся на диких копытных животных – косуль, антилоп, олени. Но иногда добычей может стать даже человек. Владимир Арсеньев описывал Красного Волка в своей книге «Дрсоузала» как звери, о которых охотятся в стае сообща, где одни выступают в роли загонщиков, а другие устраивают засаду. Зоологи считают, что популяцию вытеснил Серый Волк. Когда произошло сокращение копытных зверей основного рациона вида, конкуренция возросла, и Серый Хищник оказался сильнее, чем Красный. В настоящее время Россия и ряд стран запретила охоту на Красного Волка, а для размножения и увеличения популяции животное храняется в 38 зоопарках и заповедниках мира. Друзья, посмотрите, какая красота ее творения у нас в студии. Причем я придумала все по пути. Это очень круто. Придумывать что-то для того, чтобы красиво смотрелось на тарелке, а вот наша гостья придумывает различные идеи для фотосессий. Как придумываешь? Расскажи. А это приходит спонтанно. Это может присниться, это может вылиться из какой-то другой идеи, которую ты где-то видел на просторах и додумал свой процесс творческий, непонятный, сумбурный, но всегда очень красивый и интересный. А ты мучаешься, например, какими-то страданиями, когда ничего? Бывают моменты, когда ты не можешь ничего придумать? Вот вроде что-то надо, а не идет. Что делаешь? Обычно бывает, когда ты придумал, а вот реализовать там сил или времени не хватает. Вот тогда мучаешься. Вот у меня хватило сил и времени реализовать. Вы даже не посмотрите и подойдите ко мне. Пойдем, пойдем, пойдем. Это же прекрасно. Почему два? Ну ладно, девочки будут есть яйца, а я буду... А ты будешь стоять и завидовать. Все по-честному. Ну красиво же. Хотя я изначально хотела все смешать. И получилось бы каша, про которую мы в начале эфира говорили. Ну, зато в честь. В честь дня. Я вообще что хотел сказать. Мы сейчас заговорили про мировые стандарты. Мне кажется, мы сейчас вошли в то время, когда они отваливаются. Видели, есть девушка с болезнью витилиго. Это когда такие пятнышки... Она уже давно есть? Да, и уже лет 7, наверное. И не срочно все стандарты... Это не нынешние стандарты. Ну, я понимаю, это не стандарты, это наоборот его нарушение. То есть не срочно все это. Ну, это давно уже было. И мне кажется, модели могут быть разные. И полные, и худые, и низкие, и высокие. И это же здорово. Ты согласна. Конечно, я согласна. Именно поэтому мы принимаем практически любую девушку, которая готова стараться. То есть в рекламном направлении продвигать можно абсолютно любого человека. То есть независимо от его веса, независимо от его различных объемов, внешности, особенностей витилиго. Это вообще прекрасная особенность, которую можно и нужно подчеркивать. Мне кажется, да. Вот есть же люди альбиносы, которые с ярко выраженными бровями белыми волосами. Они классно смотрятся. Мне кажется, вообще классные модели. То есть на таком лице можно нарисовать вообще все, что угодно. Вообще такие уникальные люди, они очень хороши в кино. Вот это же классно. А мне интересно, еще один вопрос возник. А как долго длятся курсы какие-то? То есть это потом какой-то сертификат на выходе? Конечно. Да, во время обучения мы, агентство, продвигаем своих моделей. Продвигаем как в рекламные направления, так и в различные другие направления. У нас даже в договоре есть пункт гарантии результата. То есть обучение, просто обучением не будет. Это будет интересный процесс. И опять же, если ребенок или взрослый поймет, что ему нравится, он продолжит дальше заниматься модельным бизнесом. Если он поймет, что ну вроде что-то не мое, он все равно для себя что-то подчеркнет, потому что есть различные другие дисциплины. А срок курсов? 12 месяцев. То есть за год? Да. Ходить нужно каждый день или как? Занятия проходят по выходным, то есть они не мешают основной какой-то деятельности. Только если человек, допустим, не работает два через два. Это 6 учебных дней в месяц, субботы и воскресенья, по 2 часа занятия. То есть все, очень удобненько идем. Я буду рекламировать Янту и торговый комплекс Центральный, который предоставляет нам продукты, между прочим. Я буду выходить на подиум и вот так вот идти, вот так вот получается. Ты везде, он уже знает, что тарелочку нам наклонить что-то время. Да, Центральная. Да, ну потому что я же... Я же могу? Я же могу. У нас настало время рубрики, может быть? Да, время рубрики, смотрим рубрику и будем пробовать. А про что рубрика-то есть мнение? А я не скажу. Есть мнение, я хочу есть просто. Ну тогда догадывайтесь из рубрики. Всем привет! Есть мнение, что лавровый лист в настоящее время больше всего используют в кулинарии как специю. Но также его используют в народной медицине, в химической промышленности и даже в косметологии. А как часто и куда используют лавровый лист посетители торгового комплекса «Центральная» мы сейчас с вами узнаем. Почти каждый раз, когда готовим, для приготовления супов и просто для какого-нибудь подлива. Да, часто на самом деле используем. Но в супы, естественно, да, иногда можем, когда куляш приготовить, там тоже добавить. Лавровый лист обычно добавляю в супы и больше никуда. Борщ, но супы очень часто. В пельмени, например, пельмени варишь, бульон туда добавляешь, супы добавляешь. Ну иногда это на любителя, кто как любит. В борщ, например, можно еще добавить. Мы благодарим торговый комплекс «Центральная» за помощь в организации съемки. Итак, Оленька, давай я сервирую. Я буду накладывать, а ты, пожалуйста, реши, кто в этом доме сегодня моет посуду. В доме моет посуду, конечно же, ты, потому что ты у тебя... Я готовила. Ну, ты готовила, ты загрязнила все тарелки, тебе и мыть. А поможет, Оленьке, в этом жироудалитель от... Да у них не только жироудалитель, у них вообще антизапах. Концентрат для мойки полов, стены, вообще, мне кажется, даже душу можно отнять. Тогда тебе не достанется яичница. Ну и бог с ним. Хорошо. Эти средства можно купить в компании «Чистый дом», которая находится по адресу Тимирязева, 29 или Советская, 76. Поэтому... Поэтому кабачок кладу? Я как модель, смотрите, я отрабатываю деньги свои. «Чистый дом», жироудалитель, Тимирязева, 29 и Советская, 76. Все, я молодец. Сто рублей получу? Я сейчас так об этом говорю. Значит, будешь без кабачка. Опять? Без кабачка, без... Короче, накладывай. Мне капуста... Нет, позаботься обо мне. Сегодня день психический... Нет, ты мне, значит, нацеливаешь мыть посуду, значит, позаботься. Подожди. Сегодня день психического здоровья. Я, как самый нездоровый человек, заслуживаю хотя бы что-нибудь, не положи уже. Хорошо, давайте. Давай, ты уже расскажи нашим зрителям, кто в гостях у нас был. Сегодня, друзья, для вас эфир вели мы, Ольга Муравьева, Иван Чужинов и наша гостья, несравненная Полина Никулина, а также наш человек за кадром. Вон он стоит, машет, показывает большие пальцы, что все классно. Колбаску берите сами. Его так зовут? Колбаску берите сами, думаешь? Колбаску берите сами. Роман Адонин. Да нет, Роман Адонин. Я сейчас хочу вообще весь телемикс представить, можно? Не надо. Давай мы уже скажем, что мы очень любим наших зрителей, призовем их смотреть нашу программу, готовить такие вкусные блюда. На колбаску. И приходить к нам в гости. Вот сегодня у нас гость пришел и рассказал о своем деле. Это круто. Мы рады, что у нас в городе есть такие люди. Всем пока, а я пойду есть. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова